Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 588. События дня. Якова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоят у дверей за 23 июля 2017 года, за воскресенье. Какие тут события? Утром, вот у меня лично, тут успеть накормить кошек, собаку, голубям слазить. Еще порезали корни солодки, связали в пучки, в два мешка наложили. Заранее пошли, отнесли. Володя там занес, где занятия будут, чтобы раздать. Я уже заранее видел, какие будут реплики, удивления. Вот, ну, дальше в храм пошли. После храма на улице собрания немного сказал о том, что... Кто делали пастухи, их чьи дети. Ну, кого-то разбирайтесь сами теперь. Жгли наши сваи. Позавтракали. Посмотрели фильм, смотрели до этого шесть и про антихриста. Так и называется антихрист. Не досмотрели немного, уже к часу дня надо идти. Ну и бульдозерист был на занятиях. Сказали в воскресенье, чтобы он приходил в общую столовую. Он с удовольствием пришел. Виктор. Виктор Второй. Виктор Первый, Савченко. Это Виктор Второй. Ну, а так день и прошел. Сходили на ягоды. На горох, что там было. Юрга, малина, крыжовник. Космородина красная, белая. Вот я говорил, наберите сколько, чтобы во вторник поедете, Игорь, в город, узьям отправить. Ну, набрать даже только еще сегодня. Вот. Бульдозерист спрашивал разрешение. Можно, нет. Бульдозер там стоит. Пойти там чистоту навести ему надо. Нет. Воскресенье оставьте все это. Отдыхайте. Нет. И он тоже согласился. Все по-хорошему. Фильм посмотрел тут. Последствовал. Какой фильм? Давайте Исфирь еще раз просмотрим. Хороший фильм. Исфирь. И он посмотрел. Так. Господь. Показал ему, что. Побеседовали немного. Ну, вот и день. День-то и прошел, считай. Пошли еще черемуху тут ребятишки в разных местах, где брать не брали, а поели. Деревня. Дождик опять был. Ночью еще. Ну, утро может маленько где-то подветрит. Показать наши ресурсы. Вот я включаю сейчас. Это на первом месте мой мир. Вот я в шапке. Тут можно сообщаться. Тут уже выставляется то, что выставил сегодня 10 роликов. По 10 выставляю каждое утро. И переношу потом в мой мир. Вот здесь перенес. Далее. Ну, наш форум. Вот так он выглядит. Очень удобный в пользовании. 1600 тем. Ну, и наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Показать, как. Ну, 4, 4, 9. Просмотром за 21 минуту. 9. И кто работал до обеда. То есть такие темы простые, самые наши. Именно надо работать. Работать и там что-то будет. Видно. И православный библейский сайт. Вот он. Главное, это вопросы сейчас. Внутренний мир человека. Займоотношения какие. Вот. Надо посмотреть, какие тут новые у меня. Внутренний мир человека. Вот вопрос. 2824, 14 том открытым оком. Андрей Кураев как-то выразился, что духовная болезнь и душевная – это не одно и то же. Как вы считаете? В чем разница? Ответ. Ответы я даю с кафедры, в университетах вел занятия. Андрей Кураев прав. Но этот ответ дан совсем уж не духовным людям, над которыми в таком простом ответе гигантски возвышается диакон патриархийный. Что тут за мудрость? Это все равно, что спросить, если разница между телом и душой. 1 Коринфян 2, 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что всем надо бы насудить духовно. Вот видите, ответы какие даю. У нас люди знали Священное Писание. 1 Коринфян 15, 44-49. Сеется тело душевное, а встает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. А последний, Адам, есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Душевное, значит, плотское, для этой жизни нужное лишь. Но слово «душевное» употребляется со значением проникновенной, сострадательной, жалостной. Иезекииля 27.31 «И остригут по тебе волосы до гола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плащем». Иногда словом «душевное» показывает внутреннее переживание души. Это ответы сравните, какие Господь позволял сделать, как отвечают священники. Ни разу к Библии не обратятся. Это, повторяю, в милиции вел занятия, я в воинских частях три радиопрограммы вел. Это Яков 3.15 «И есть мудрость, нисходящая свыше наземная, душевная, бесовская». Иуда 1.19 «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». 2 Маковельска 2.26 «Мы озаботились доставить душевное назидание, желающим считать облегчение, старающимся удержать в памяти всем, кому случится считать пользу». 2 Маковельска 4.37 Антиох, душевно огорченный и тронутый сожалением, оплакивал добродетели великой и благочине умершего. 3 Мудрость Соломона 17.14 «То были тревожены страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, им и находил на них внезапный и неожиданный страх». Духовно же всегда имеет только один смысл – небесное, возвышенное, спасительное, возрожденное. 1 Петра, послание апостола. 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Коринфянам 1.11 «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему». 1 Коринфянам 2.13 «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам 9.11 «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, что пожнем у вас телесное?» 1 Коринфянам 6.17 «И шлем спасение возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». 1 Коринфянам 3.16 «Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудрости, научайте и выразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Болезнь душевная, болезнь тела, и лечит ее в поликлинике, в больнице, на курортах и в церкви». 1 Коринфянам 38.1 «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его». 1 Коринфянам 5.14 «Болен ли кто из вас? Пусть призовет присвятеров в церковь, и пусть помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне». 2 Коринфянам 5.14 «Духовная же болезнь – здесь отступление от Господа, и лечат ее только духовные люди, даже если они не имеют духовного сана». Галатам 6.11 «Братья, если и впадет человек, в какое согрешение вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». 1 Коринфянам 3.1 «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Римлянам 8.5.6 «Ибо живущего по плоти о плотском помышляет, а живущего по духу о духовном». Помышление плоские – суть смерти, а помышление духовное – жизнь и мир. Великое в малом суметь рассмотреть, довидело ли это в пророчествах Нилус. Урок взять из прошлого было бы впрок, вырезать опухоль, смертную гнилость. А суть же отнюдь и не в протоколах, которые могут поделкою быть, а в том, что из древности тучи и всполохи. И слышим ли гики и сок от копыт. Это не главное, пусть и не малое, познать от кого эти беды, за что. И видим ли пленные с глазницами впалыми, и наши страдания Бог нам защитет. Планом о сонном и душем бессонном, что сбудется вскоре, а что никогда, когда я умру, рассудить бы резонно, что мне до того, если душу продам. Не только Кагал, но то явно, то тайно, грех гнул под себя под бесовское рабство. По малому прихотям платятся дания, и жил с похотями, страстями был распят. То спал на молитве, то пост нарушал, вкушал недостойность святейшего Агнца. Что мне до того, что погибнет Кагал, когда сам в аду, где нет влаги на пальце. По малу и в малом неверность Иисусу кидало то влево, то вправо валило. Огромные минусы, маленький плюсик, и веяние духа все мимо и мимо. А проигрыш общий, глобально большой, погашен был свет, навалилась вдруг тьма. Блажен, если Бог тебя все же нашел, быть может, над пропастью с риском поймал. Забыть благовестие — это немало. Зарыть свой талант в монастырских уставах. Наперла вода, и строение упало. Так сколько ж зарыто в молчании устами. 21 ноября 2005 года. Ну вот, считаю, что на сегодня пока хватит. Субтитры сделал DimaTorzok